Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги Судей, и сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. Здесь рассказывается о том, как Авимелех, сын Гедеона, воцаряется в Сихеме. И о войне между Авимелехом и жителями Сихема. Авимелех, сын Иероваалов, то есть Гедеонов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей и сказал, «Внушите всем жителям Сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все семьдесят сынов Иеровааловых, или чтобы владел один. И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Авимелех говорит, казалось бы, очевидные вещи. Когда едино державе, один правитель, это значительно лучше, чем там семьдесят каких-нибудь там деятелей пытаются управлять народом и страною. Потому что тут будут разные разночтения, интриги. И в этом смысле единодержавие, монархия более предпочтительно, чем нежели ужас какой-нибудь парламентской республики, где люди бесконечно ругаются, ссорятся, где разделены на партии. А как мы знаем, партии – это такие мировоззренческие секты, внутри которых человек, даже если он думает иначе, ради партийной дисциплины он должен иногда голосовать даже вопреки своей совести. И вот он задает, казалось бы, резонный вопрос, что лучше для вас, чтобы владели вами все семьдесят сынов Иеровааловых, или чтобы владел один, и вспомните, что я – кость ваша и плоть ваша. «Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям Сихемским и склонилось сердце их к Авимелеху». Ну, само имя его, оно символично, оно означает «отец мой, царь». Ибо говорили о ней, он брат наш, потому что связь Гедеона с этой женщиной была случайной вне его дома и вне его гарема, который у него был, как сказано, у него много было жен. «И дали ему семьдесят сиклей серебра из дома Ваал-Ферифа, а Авимелех нанял наоны праздных и своевольных людей, которые пошли за ним». Праздные и своевольные люди – это, в общем-то, бродяги какие-то, бандиты, жулики. И он собрал, в общем-то, дурную компанию вокруг себя. «И пришли они в дом отца своего, в Офру, и убил братьев своих, семьдесят сынов и Яровааловых, то есть сынов Гедеона, на одном камне». То есть как скот их резали на камне, это, может быть, была такая символическая, как бы, казнь. То есть вы для меня как бараны, потому что забой скота всегда делался на камне, и нельзя было делать его на земле. «Остался только Иоваафам, младший сын Иераваалов, то есть Гедеонов, потому что скрылся». Ну, может быть, он был очень мелкий, и он где-то спрятался. «И собрались все жители Сихемские и весь дом Милло, и пошли и поставили царем Авемелеха у дуба, что близ Сихема». Ну, возникает вопрос, а при чем тут дуб? Может быть, это был наполовину, как бы, еврейский обряд, иудейский, а наполовину языческий. «Когда рассказали об этом Иоафаму, он пошел и встал на вершине горы Горизима и, возвысив голос свой, кричал и говорил им, «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог». Иоафам – это младший сын Иераваалов, который скрылся. Но этот отрок не хочет молчать, потому что были убиты его 69 братьев, и он может выступать как кровник, который требует отомщения. «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда дерева…» Он рассказывает такую поэтическую притчу. «Пошли некогда дерева помазать над собою царя, и сказали маслине, «Царствуй над нами!» Маслина сказала им, «Оставлю ли я туг мой, которым чествую богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева смоковницы, «Иди ты, царствуй над нами!» Смоковница сказала им, «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева виноградной лозе, «Иди ты, царствуй над нами!» Виноградная лоза сказала им, «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Наконец сказали все дерева терновнику, «Иди ты, царствуй над нами!» Терновник сказал деревам, «Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею, если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские». Мне очень нравится эта притча. Она рассказывает о том, что нормальные люди никогда не рвутся во власть, потому что нормальные люди живут нормальными человеческими интересами. Их интересует, что ребенок пошел в школу, ему надо купить форму, портфель. Их интересует то, что детей надо возить на занятия в воскресные школы, чтобы они исповедовались вовремя, причащались, следить за этим. Таких людей интересует их работа, они живут естественными человеческими интересами, поэтому они могут быть сравнимы вот с этими благородными представителями растительного мира, и они все отказываются от того, когда им предлагают идти во власть. А в основном во власть рвутся люди, у которых есть какие-то дефекты. Есть какие-то дефекты, какие-то комплексы, неудовлетворенные комплексы, какие-то патологические недостатки, и они таким образом компенсируют вот все свои комплексы, недостатки, тем, что прорываются во власть. Прорываются во власть. Поэтому они все на уровне терновника в некотором смысле. А как можно покоиться под тенью терновника? Терновник – это то, что на земле, то, что само по себе даже вырастает гибельно для здоровых растений, потому что закрывает собою свет. Это очень красивая притча. Я бы посоветовал каждому губернатору в рамочку и повесить в своем кабинете, чтобы думать о нормальных людях, которые живут естественными человеческими интересами и человеческими переживаниями. «Итак, смотрите», продолжает свою речь сын Гедеона, «поистине ли и поправде ли поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Эрваалом и домом его? И сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас Отец мой сражался, не дорожил жизнью своею и избавил вас от руки, мадья нитян. А вы теперь восстали против дома Отца Моего и убили 70 сынов Отца Моего на одном камне и поставили царем над жителями Сихиемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Почему он говорит, что убили 70? Ведь он был из числа 70, и надо было бы ему сказать, что убили 69, потому что в те времена, и мы это видим по тексту Библии, было принято округлять числа. И в древности вообще было принято округлять. Например, Септуагинта была переведена 72 переводчиками, но текст этот называется Септуагинта, то есть перевод 70. Или евреи, христиане с древних времен говорили, что на земле существует 72 народа, то есть знали, что существует 72 народа, то есть 72 языка с их там диалектами. Но когда это говорится в каком-то тексте, говорится 70 народов. Это такая особенность округлять цифры. И что происходит далее? «Если вы ныне поистине» – 19 стих – «и по правде поступили с Эрвалом и домом его, то да будет на вас благословение, и радуйтесь об Авамелехе. И он пусть радуется о вас. Если же нет, то изыдет огонь от Авамелеха». То есть от того, кого вы избрали. «И да пожжут жители Сихемских, и весь дом Мила, и да изыдет огонь от жителей Сихемских, и от дома Мила, и да пожжут самого Авамелеха, и побежал Ио вам, и убежал, и пошел в БР, и жил там, укрываясь от брата своего Ави Милеха». Итак, мы видим, что эта речь была произнесена, и так как она была снабжена еще вот этой красивой притчей, вот людям свойственно, кстати, запоминать именно притч. какие-то примеры, а чаще то, что там говорится более подробно, это не всегда запоминается. И начинается, собственно говоря, гражданская война внутри колен еврейского народа, война между Авамелехом и жителями Сихема. Авамелех же царствовал над Израилем три года, «И послал Бог злого духа между Авамелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители Сихемские Авамелеху». Это особенно обидно бывает человеку, что кто-то ему помогает, кто-то его поддерживает, кто-то его ведет, а потом не просто бросает, а начинает враждовать против него. Но все это произошло, 24 стих, «дабы таким образом совершилось смещение за 70 сынов Ировааловых, и кровь их обратилась на Авамелеха, брата их, который убил их». Почему здесь не ограничивается именем Авамелеха, а говорится «брата их»? Потому что убийство собственных братьев усугубляет вину и напоминает нам первое убийство, когда Каин убил Авеля, брата своего. Брата их, который убил их, и на жителей Сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Вот теперь обрушится гнев. Жители Сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого, проходящего мимо их по дороге. А всем донесено было Авамелеху. Если ты царь, ты должен наводить порядок. Таким образом, эти жители Сихемские, они провоцируют, чтобы в народе назревало неудовольствие Авамелехам, который не может навести порядок в своей стране. Пришел же и Гаал, сын Эфедов, с братьями своими в Сихем. И ходили они по Сихему, и жители Сихемские положились на него. здесь мы видим, что, скорее всего, прошло уже какое-то время, и уже начинают ходить по Сихему, и вербовать свою партию, свою группировку. и вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, то есть ложного Бога, и ели, и пили, и проклинали Авамелеха. То есть люди ходили, злословили Авамелеха, уже открыто, и проклинали его имя. А когда-то они радовались ему. Я думаю, любому правителю очень обидно, когда какое-то время все его превозносят, а потом все это превращается в его поношение. Может быть, не стоит долго утомлять людей своим господством. Гаал, сын Эфедов, говорил, что что он говорил? Кто Авамелех и что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иера Ваалов и не Зевулли главный начальник его? Служите лучше потомкам Эмора, отца Сихемова. А ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мне, я прогнал бы Авамелеха. И сказано было Авамелеху, умножь войско твое и выходи. То есть, тебя начинают злословить открыто на улицах городов и даже в капищах проклинают твое имя. То есть, во время вот этих религиозных действий. Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Эфедова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авамелеху, чтобы сказать, вот Гаал, сын Эфедов, и братья его пришли в Сихем. И вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле, поутру же при восхождении солнца, встань рано и приступи к городу, и когда он и народ, который у него выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя. То есть, Авамелеху предлагают покинуть город. И устроить засаду где-то за пределами города. Но это будет выглядеть как бегство Авамелеха. И встал ночью Авамелеха весь народ, находившийся с ним, и поставил засаду у Сихема четыре отряда. Поутру Гаал, сын Эфедов, вышел и стал у ворот городских, и встал Авамелех и народ, бывший с ним, из засады, Гаал, увидев народ, говорит Зевулу, вот народ спускается с вершины горы. То есть, какие-то люди спускаются с вершины горы. А Зевул сказал ему, тень гор тебе кажутся людьми. Гаал опять говорил и сказал, вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба мы о ним. И сказал ему Зевул, где уста твои, которые говорили, кто Авамелех, чтобы мы стали служить ему. Это тот народ, который ты пренебрегал, выходит теперь, и сразись с ним. И пошел Гаал вперед жителей Сихемских и сразился с Авамелехом. И погнался за ним Авамелех, и побежал он от него. И много пало убитых до самых ворот города, и остался Авамелех в Аруме, а Гаал и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. Это был очень хитрый маневр, и он мог увенчаться успехом. Потому что когда Авамелех оказался вне города, можно было просто запереть ворота. Но вот этот человек Зевул он спровоцировал, чтобы люди Гаала, они напали на Авамелеха, то есть оказались на одном уровне в поле. На другой день вышел народ в поле и довезли Асим Авамелеху. Он взял свой народ и разделил его на три отряда и поставил засаду в поле и увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. То есть они совершают какие-то массовые мероприятия, действия без согласования с ним. Между тем, как Авамелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие два отряда напали на всех бывших поле и убивали их, то есть всех подряд. И сражался Авамелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Это было такое полное пренебрежение этим мятежным городом, и чтобы вразумить всех, кто думает о мятежах, с городом поступили вот таким символическим образом, засыпали все там солью, чтобы никакой растительности там не было. Услышав об этом, все бывшие в башне Сехемской ушли в башню Капище Ваал Верифа. Похоже, что эта башня являлась культовым сооружением, ну, что-то наподобие миноретов. Авамелеху донесено, что собрались и туда все бывшие в башне Сехемской, и пошел Авамелех на гору Салмон сам, и весь народ бывший с ним, и взял Авамелех топоры, собою и нарубил сучьев древесных и положил на плечи свои, сказал народу бывшему с ним, вы видели, что я делаю, скорее делайте вы то же, что я. Авамелех не пожалел своих братьев, они были умершены, кроме одного. Неужели он пожалеет этих людей, которые заперлись в этой башне, и нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авамелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все бывшие в башне Сехемской, около тысячи мужчин и женщин, то есть их сожгли огнем в этом их языческом капище. Это было, конечно, военное преступление со стороны Авамелеха, но и умереть в капище это тоже не очень нормальное явление. Они прятались там, надеясь на своего ложного бога, в честь которого этого идола была эта башня. Далее рассказывается о смерти Авамелеха. Его смерть, она была, скажем так, бесчестной, или, я бы сказал, бесславной. Вот лучше сказать, смерть была бесславная. Потом пошел Авамелех в Тевец и осадил Тевец и взял его. Среди города была крепкая башня и убежали туда все мужчины и женщины, ну, значит, и дети, и все жители города и заперлись и взошли на кровлю башни, ну, чтобы смотреть, что происходит. Авамелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем, то есть он решил поступить так же, как поступил вот с той башней, капищем вал ферифа. И вот он подходит, чтобы сжечь огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова, вот бросила, попадет, не попадет, на голову Авамелеху и проломила ему череп. Это бесславная смерть от руки женщины. Авамелех тот час призвал отрока оруженосца своего, то есть пока он мог говорить, и сказал ему, обнажи месть твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его. И пронзил его отрок его, то есть оруженосец, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авамелех, пошли каждый свое место. То есть все эти интриги теперь были бессмысленны, тем более совершать военные преступления непонятно за кого. Так воздал Бог Авамелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. Такое не прощается. Как в русском народе говорят, кровь не водичка, она просто так не проливается. И все злодеяния жителей Сехемских обратил Бог на голову их и постигло их проклятие Иофама, сына Иервалова, когда он кричал с горы и рассказывал удивительно правильную притчу. Итак, сегодня мы окончили изучение девятой головы. Мне кажется, интересно было бы в Государственной Думе перед депутатами прочитать такую беседу, чтобы они все-таки посерьезнее относились к тому, что они делают. А если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать десятую главу книги Судей. Спасибо Господь. Судей.